Люди звонят и просят на весь участок положить газон. Вот против этого я категорически против. Видишь, мне кажется, что люди думают, что завести у себя газон – это какое-то наиболее дешёвое решение. Хотя, по сути, это абсолютно не так. Поддержание газона требует достаточно много вложений. Каждое третье-четвёртое кошение газон нужно заново кормить. Причём желательно кормить уже не полным комплексным минеральным удобрением, а нужно кормить азотным удобрением. Покажи, ну какие альтернативы газону мы можем предложить? Есть же какие-то компромиссные решения. Ну, окей, мы оставили какую-то площадку под лужайку. Мы проводим какое-то время, чтобы, так сказать, босиком пройтись по рассе. Всё остальное пространство, которое не занято у нас цветниками и деревьями. Чем можно заполнить этот белый лист? Слушай, ну, во-первых, очень многие не используют территорию сада под какие-то площадки для отдыха. То есть можно сделать террасный настил и использовать его для каких-то чаепитий. Можно сделать террасный настил и использовать его для занятий йогой. Ты один раз потратился на этот дейтинг, и всё, и у тебя нет проблем. Там раз в сезон, в два сезона ты подкрасил его маслом террасным. Ну, то есть это и дешевле, и экологичнее получается? Это дешевле, если мы считаем, там, за период, например, 5 лет. Это дешевле. Так нельзя сказать, что прямо это дешевле. Нет, изначально на консервном газоне будет дешевле. Вот. Если мы говорим о том, как мы можем методами озеленения заменить газон, то самое простое и в то же время малозатратное, и в уходе, да, в обслуживании малозатратное, это, конечно, высадить какие-то кустарники. Может быть, изначально цветник будет посадить дешевле, а может быть, дороже. Это зависит от... Есть цветы разные, есть там и по 80 рублей, а есть по 800 рублей цветочки. Поэтому тут надо смотреть. Но всё равно цветник нужно будет делить каждые 3-4 года. За цветником надо будет ухаживать, что-то срезать, обрезать. Нужно будет кормить его, полоть его. Если мы с тобой устроим миксбордер, ну, это, можно сказать, тот же самый цветник, только, например, из кустарников, да, если мы его с тобой хорошо продумаем, посадим довольно плотно эти кустарники, то уже на следующий год очень сильно снизится за ним уход. То есть весной пробежались, рассыпали комплексное минеральное удобрение. Ну, в общем-то, как бы и всё. Виктория, расскажи, какие в этом сезоне, в наступающем сезоне существуют тренды по заполнению того пространства, которое мы хотим освободить от газона. С целью, как бы, во-первых, удешевить, во-вторых, придать большую декоративность. Какие кустарники ты порекомендуешь? Или пучевопокровные растения, может быть? Ну, это, конечно, зависит от того, солнечное это место, либо теневое. Понятно, что в теневом и газон бы плохо рос, но большинство людей это не смущает. Они газон кладут везде, где хотят, даже с северной стороны дома. Ну, просто заполняют пустое пространство, конечно. Да, поэтому тут варианта два. Либо мы расширяем жёсткие покрытия, делаем какие-то площадки для чаепитий, для игры бомбинтон, для лежаков, для чего угодно. Для игры в настольный теннис тот же самый. Либо второй вариант, мы делаем какую-то монопосадку кустарников. Это самый дешёвый вариант и самый, наверное, лучший. Потому что потом в эксплуатации мы будем тратить очень мало времени, денег и сил на то, чтобы эта часть сада выглядела очень... Более выгодное поддержание эстетики. Да. Поэтому мы можем... Малоуходное. Малоуходное, да. Мы можем взять кустарники. Причём желательно не брать, не дай бог, там, три куста спирея, четыре куста лобчатки, один куст барбариса, там, не знаю, взять спирея, берёзово-листную тор, прекрасное совершенно растение, взять, например, гортензию метельчатую какую-нибудь и сделать из них прекрасную композицию. Для этого двух растений вполне будет достаточно. Ну, то есть, в принципе, мы, насколько знаем, сейчас модны массивы. Да. То есть, кусты в массиве, они и модны, и более выгодны. Они очень технологичны в уходе, и они очень хорошо выглядят. Из них можно сделать элементы той же самой фитопластики. Что такое фитопластика? Это когда мы сажаем с определённой плотностью кустарники, и потом их одинаково стрижём, да. Мы можем стричь их, ну, одинаково, в смысле имеется в виду, что в едином порыве, да, мы можем стричь на одну высоту, а мы можем из них какие-то даже и холмы выстригать. В общем, я тебе потом дам фотографии. Ну, то есть, это больше как раз похоже на газон, чем на цветник в итоге получается. Слушай, ну, если взять какие-нибудь зелёные... Ну, если мы ищем альтернативу, что это будет тоже не картинкой, а именно фоном, то они как раз служат как раз этим хорошим фоном. Ну, если мы говорим с тобой, что это с синевой стороны, мы можем тот же самый барвинок малый взять в сортах. Вы, кстати, говорили с Витей Тропченко о нём. Вот, он прекрасно выполнит эту функцию, он заменит газон. Вот, это если мы говорим о полукустарниках. Ну, будра, живучка, возможно, тоже. Или это не модно? Это уже какие-то бабушкины цветы. Нет, ну, что значит не модно? Мы можем взять, посадить на солнечные части тимьян, да. Это будет очень красиво. Это будет очень хорошо выглядеть. Но, ты понимаешь, первый год мы будем очень много полоть. Второй год мы будем полоть, но уже меньше. Но всё равно будем. То есть, вот эти все темы с такими вот совсем вот почвопокровными, которые не кустарнички, а вот уже идут просто как травянистые растения, с ними, конечно, больше проблем в уходе. Да, мы же сейчас с тобой говорим о малоуходовости. Ну, вот даже пахизандра, наверное, даже не будет образовывать такую плотную картину, которую не надо будет полоть. Слушай, пахизандра нет, она прекрасная, она будет, но она очень медленно разрастается. Вот, это её основной минус. И она, в общем-то, не дешёвенькая. Её нельзя посадить три штучки на метр и ждать, что в следующем году у тебя будет зелёный ковёр. Нет, это нужно будет посадить не три штучки, а гораздо больше. И, в общем-то, ждать. Вот, но потом картина будет совершенно потрясающая. Это, конечно, разговора нет. Но это, опять-таки, о теневом саде. То есть на солнце сажать нет никакого смысла, абсолютно. Вот, то есть, подытожим, нам нужно понять условия, да. То есть это тень, солнце, суглинок у нас, или у нас супесь, водный баланс какой. И тогда уже принимать решение. Есть у нас уход на участки, нету. Есть полив, нету. Так же, в принципе, как с газоном, да. Нам нужно всё это рассмотреть. Тогда мы дадим уже гораздо меньше вариантов. Один-два. А сейчас мы с тобой можем рассуждать о всём спектре. Ну вот скажи, в своём саду ты всё-таки отказалась от газона? Или что за сохранила? Слушай, у меня в саду газон занимает одну шестую, одну седьмую часть сада. Это очень мало. Причём при всём при том, что, в отличие от меня, все остальные члены моей семьи, в общем, люди спортивные. Вот. И газом они пользуются. То есть играют в футбол постоянно. Дети приезжают, играют в бадминтон. И собаки на нём бегают, играют. И на нём какие-то элементы для дрессировки собак производятся. То есть мы его действительно постоянно эксплуатируем. Также на нём мы в основном загораем, потому что у нас есть ещё терраса, но на ней солнце только где-то до часу дня. Если захочется позагорать позже, это уже только газон. Как у тебя друзья оценивают такое решение? Не спрашивают ли они? Вика, что ж ты устроила из участка питомник? Нет такого впечатления, что слишком большой объём растений на не слишком большой площадь? Ты знаешь, все люди разные, в общем, друзья тоже все разные. Поэтому все совершенно по-разному оценивают в принципе. У меня есть приятница, она соседка моя, как оказалось. Мы с ней недавно подружились. Я была в шоке от её реакции на наш сад, когда она зашла в один уголок. Она сказала, боже мой, какая здесь душа. Понимаешь, то есть вот люди такие вещи читают в саду, которые ты, а, даже не пытался там заложить, и, б, совершенно не думал, что кто-то их прочтёт. Поэтому нам не дано предугадать, как слово наше отзовётся. Вот то же самое в нашей работе. Ну, точно так не отзовутся в газоне. Вот, кстати, ты абсолютно прав. Но сказала она это, стоя на зелёной лужайке, как раз-таки, просто смотрела она на несколько другое, но стояла она как раз на газоне. То есть газон был частью этой композиции, как бы как рамочкой её. Совершенно недавно я узнал весьма интересную информацию, которая показалась мне достаточно смешной. поскольку в Америке приняли ряд законов, запрещающих во время периода в засухе поливать газоны, то их начали просто красить. То есть для того, чтобы газон оставался зелёным, его красят краской, которая, вероятно, сохраняется, возможно, до первого дождя, возможно, держится весь сезон. Так что, ну, что я хочу сказать нашим подписчикам. Я, кстати, забыл сказать, что это специально обученные компании, которые только этим и занимаются там. То есть они за денежки ездят и красят. То есть людям звонят и говорят, покрасьте мне, пожалуйста, за столько-то долларов. Это определённая отрасль. Пока что она у нас не развилась, и пока у нас не ввели законы, запрещающие поливать газоны, я думаю, что нам нужно потихонечку избавляться от этого недешёвого и неэкологичного участка на наших... Да. А ещё, кстати, в Европе где-то, когда засуха, а где-то вообще нельзя использовать воду для полива. Вот о чём я и говорю. Да. И вот Розмария Александр нам рассказывала, что в Англии, например, поливать-то всё равно надо, да, разрешают государство это или нет. По ночам поливают и свои сады, и сады клиентов. А если их за этим поймают, то а-та-та, большие штрафы. Ну вот пока вы не стали воровать ночами воду и днём красить ваш газон, начинайте сажать кустарнички и проектировать свой сад, чтобы в нём была видна ваша душа, а не трава 5-10 сантиметров. Спасибо, что были с нами сегодня. Надеюсь, что наша беседа показалась вам содержательной и вы получили какую-то новую интересную информацию. Оставляйте ваши вопросы для Виктории Сангиной. Надеюсь, что она сможет вам ответить интересно и развернуто. Спасибо. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»